...в России, потому что мы воспринимаем ваши судьбы, ваши жизни, ваши проблемы, как наши собственные. Мы все вышли из Советского Союза и мы все преодолеваем эти проблемы. Я, конечно, неоднократно бывал в Приднестровье и достаточно хорошо представляю себе ситуацию. Я согласен с вами, что эта ситуация деградирует, и речь даже не столько о состоянии экономики, просто плечи взаимосвязаны, но речь элементарно о демографической ситуации. Люди просто начали уезжать, где строгие – это не секрет. Люди устали жить в условиях неопределенности, люди устали жить в условиях, когда не инвестиции серьезно не приходят в регион, особенно из-за рубежа. Тогда невозможно, так сказать, там рассчитывать долгую, ни свой бизнес, ни свои какие-то другие проекты. И вот это состояние неопределенности во всем возрастающей степени начинает противоречие с интересными людьми. То, что в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, альтернативы к тому развитию событий, которое в конечном итоге произошло, не было, я не сомневаюсь. Потому что тогда люди действительно воевали за свою безопасность, за свою свободу. Все было сделано единственным возможным способом, в честь и халат тем, кто тогда, 20 лет назад, действовал таким образом. Но еще раз повторюсь, жизнь стоит на месте. Думаю, может быть, это вам понравится меньше. Моя точка зрения, что у Приднестровья, как у независимого государства, перспективы не очень определенные. В силу чисто объективных обстоятельств. Тем более, что это независимость, декларирование, проуглашенное, определенное народом Приднестровья, это независимость, скорее всего, не обретет широкого международного признания. Это значит, что будут сохраняться факторы санкции, блокады, всего того, что удерживает экономическое развитие. С другой стороны, понятно, что просто-напросто сдаваться и отступать от тех завоеваний, которые в прямом переросном смысле, которые выстрадал народ Приднестровья, было бы совершенно неправильно. Даже Кост не справедил по отношению к тем, кто тогда сложил свои жизни на этот алтай, на этот алтай поверь. Поэтому, на мой взгляд, первое, я вам здесь хотел бы очень четко оговориться, что я свое личное точное зрение высказываю, потому что решать эти вопросы предстоит вам самим. И только вам. Это не должно решаться ни в Москве, ни в Киеве, ни в Бюсселе, если что-то что-то там. Только вам. И на выбор, в том числе, на предстоящем декабре. Я последний раз произнес, в том числе на Каеве, тезис о том, что Приднестровье нужно обновление. Я ел в любую мне определенную политическую партию, я произносил это без кавычек, имея в виду обновление руководства, имея в виду обновление курса, стратегического курса развития Приднестровья. Я убежден в том, что это обновление должно идти эволюционным, а не революционным путем. Потому что любые революции, тем более в таких сложных экономических и социальных условиях, будут приводить к большим попресениям для общества. Но в конечном итоге у Приднестровья должно появиться клубоводство, которое будет готово находить для страны, для жителей Приднестровско-Молдавской республики оптимальные варианты развития, и эти варианты совершенно точно должны быть иными, чем до сих пор. Что это будет, еще раз повторю, решать вам. Я могу повторить, что официальная политика... Это другая немножечко тема, да? Вы согласитесь с этим? Сразу я... Нет, здесь тема соотечественников, она является частью более общей темы. Я вам напомню, что лет 10 назад мы вообще ничего не делали в отношении наших соотечественников за рубежом. Согласитесь, наверное. Вообще ничего. Не было ни финансирования соответствующих программ бюджетного, не было ни создания инфраструктуры. Сейчас мы начали двигаться вперед в этом направлении. У нас по погоду вот сейчас выделяется порядка 300 миллионов рублей на поддержку соотечественников за рубежом. Это деньги не очень большие, но это совершенно точно больше нуля. И вы знаете, что очень серьезно продвинулись вперед в попытке консолидации соотечественников за рубежом на каких-то общих позициях. Но, понимаете, вот здесь вот я немножечко верну вам, верну вам. Вот сколько в Латвии, например, организаций русскоязычных соотечественников? Сколько их? Более полусотни. Более полусотни. Понимаете? И каждый из них приходит в Россию и говорит, вот они мы, соотечественники, давай нас, поддерживай Россию, матушка. И дальше что? А потом каждый из 50 организаций получает одну сотую процента на выборах. И вы не входите во власть. Вы не входите во власть. Вы же гражданин Латвии, наверное, да? Вы не гражданин, вы не гражданин или гражданин России? Я не гражданин Латвии. Вы не гражданин Латвии. Хорошо, это другой сюжет. Это, я думаю, ваша принципиальная позиция, скорее всего. Правильно? Потому что если я возьму российское гражданство, я буду выжать в течение суток, а ты безызвестный вам Константин Казакуш. Понятно. Но я хотел бы сказать, что изменить политику соответствующих стран просто через санкции мы не сможем. Мы пытались это делать. Чем больше мы перекрываем наши потоки экономические, тем больше открываются эти потоки с западной стороны. Их из-за идеологических соображений поддерживают на плаву соответствующие режимы. Это не тот сюжет. Вот в моем, по-моему, глубоком убеждении действовать нужно иначе. Нужно влиять на власть изнутри. Вот победил Нил Ушаков на выборах в Риге. Я желаю ему выздоровления дальнейшего. Можно по-разному к нему относиться. Но все равно он лучше, чем какой-нибудь заведомый латышский националист на этой позиции. Я так считаю. Вот у вас будут выборы внеочередные 17 сентября. Я вот лично надеюсь, что победит Центр Согласия. Почему я? Я не в смысле поддержки. Потому что сейчас все остальные хуже, чем Центр Согласия. Я у меня как бы есть прямой канал общения. Мы там три дня назад с Сурбановичем два часа просидели. Довольно откровенно поговорили о их планах. Возвращаясь к Нилу Ушакову, он же запрещал шествие 16 марта. Там не все получилось, тоже знаю. Я сейчас не хочу вдаваться в латвийские реалии. Я просто объясняю, как я бы видел эту модель. Она, на мой взгляд, Россия делает меньше, чем нужно. Нет никакого сомнения. Но вы, ребят, тоже давайте немножечко поменьше амбиций. Я не к вам лично, естественно. И побольше складывайтесь вместе. Посмотрите, как еврейское лобби работает в США. Как армянское лобби работает по всему миру. Величайшая сила. Мы можем сказать, что есть русское лобби, где бы то ни было в мире. Не можем. Потому что русские за пределами России друг с другом не могут договориться. Они в Сурину воюют, кусаются и ссорятся за вот это вот куцое финансирование, которое еле-еле какой-то, так сказать, там крохой поступает в соответствующие страны. Поэтому проблемы, я ее ни в коем случае не снимаю с нас. Но проблемы обоюдные. У нас часто не хватает вот партнера с другой стороны, с помощью которого мы могли бы реально решать задачи нашего сотрудничества, нормального, продуктивного. Вот не через угрозы, санкции и бойкоты, а через понимание того, что либо мы будем договариваться нормально, либо всем будет плохо. Я то же самое могу сказать и о Молдавии. Да, конечно, Воронин мало что выполнил. Увы, Янукович, так сказать, на Украине тоже не во всем, так сказать, оказался для нас долгожданным партнером, хотя сделал гораздо больше, гораздо больше, чем тот же Воронин. А выход какой? Вот у нас есть кто-нибудь лучше, чем Воронин сейчас в Молдавии? Надо создавать. Ну кто? Там ГИМП? Нет, надо создавать. Филат? Надо создавать. Мы будем создавать? Или вы? Подождите, давайте разберемся. Кто будет создавать? Москва будет создавать пятую колонну в Молдавии? Или вы, ребят, все-таки сами, а мы будем вас в этом там морально, может быть, не только морально поддерживать? А это вопрос, нужен ли России... Нужен. Говорю... ...санитарный кордон. Нет. Он займется Америкой той же. Нам нужен поезд добрососедства. Ресурс, который у России вольно или невольно возникло. 25 миллионов наших соотечников остались, как известно, за рубежом после распада Советского Союза. Это колоссальный ресурс, которым мы пока не научились пользоваться. Смотрите, какая здесь проблема. Какая здесь проблема? Вот я прошу прощения, тоже ровно вчера, 7 часов было в Паспасе, час разговаривал с госсекретарем венгерского МИДа. И он мне рассказывал о том, как венгры работают со своими соотечественниками. Я вам напомню, Трианонский мир, Парижский трактат 20-го года, Австро-Венгрию поделили, 2 трети венгров осталось за пределами Венгрии. Там в Словакии, в Югославии, в Чехии, в Румынии, где-то еще. Вот что они сейчас сделали? Они, например, сказали, что мы внесли изменения в Конституцию, что мы всем венграм по национальности в заявительном порядке даем венгерское гражданство. И не нужно отказываться от румынского, от чешского. Просто ты пишешь, я венгр, держи паспорт. Вот легко, да? И нормальный, может быть, ход, правда, там в ужасе от этого в Словакии. Это понятно. В Чехии. Но я не про это. Две страны пока в Европе попробовали это сделать. Венгры и поляки. Тоже есть карта поляка. Наша проблема какая? Какой мы паспорт сделаем? Русского? А что нам скажет Башкир, который живет в Латвии? Наверняка живет в Латвии или в Молдавии, или Татарин там какой-нибудь. Чья карта? Вот у нас проблема наша в том, что мы не являемся моноэтическим обществом. Ну, не проблема, это наше достояние, в первую очередь, разумеется. Но она создает, вот это наше достояние, она создает некие естественные препятствия к тому, чтобы мы решали вот вопрос таким механическим образом. Приходится искать более сложные формы. Повторю еще раз, мы их не нашли. Но, вот путь санкций, вот вы обиделись на Велитина, что он приехал, сказал, что все у нас будет хорошо. Ну, во-первых, хорошо не будет. Я вам могу сказать откровенно, что это он, наверное, сказал на публику, а там новые решения, там, ни по Эстонии, ни по Латвии, никто не отменял. И эти решения, они в сторону сдержанности, сдержанности в развитии торгово-экономических отношений с этими странами. Но, давайте смотреть, вот мы эту сдержанность проявляем последние 20 лет. Все 20 лет. Чуть-то, так сказать, там вот так вот, вот так вот. Но если сдержанность в том, что Авин вкладывает десятки миллионов долларов, то да, это сдержанность. Ну, вы знаете, могли бы вкладывать десятки, там, сотни миллионов долларов, а может быть и миллиарды. Что-то вкладывается. Есть частный бизнес, есть рыночная экономика, да? Мы это тоже должны понимать. Мы не всех можем остановить, условно говоря. Мы не можем запретить Авин, а у него частный банк. Альфа-банк, абсолютно частный, без государственного участия. Ну, в любом случае, я сейчас не про это. Вот скажите, вот то, что мы делали последние, там, 5 или 10 лет, все-таки сдержанность была. Была вот. Не максимальная, но была. Помогло или нет? Вот мне кажется, что нет. Вот мне кажется, что нет. Надо действовать всеми, всем набором средств. И выстраивание нормальных отношений, как это не парадоксально звучит, может в конечном итоге оказаться ключом к решению. Ваших проблем, а не их усугублением. Вот мне кажется так. Я, наверное, вас не удовлетворил до конца, но я вот расскажу из реалий, в которых приходится там вариться каждый день. Сергей Васильевич, буквально два стола. Я, наверное, говорю. Я к этому и говорил, что давайте создавать вместе, давайте общаться, давайте координировать наши действия. Давайте. При генеральном совете партии «Идея Россия» создал полгода назад Совет по соотечественному. Возглавляет, я его как бы курирую, а возглавляет его мой коллега, тоже депутат парламента, отказ на национальности, Аркбар Аталий Ионович. Я вот сейчас назакончу, я вам просто дам его координаты. Или... При генеральном совете партии «Идея Россия» создан этот Совет именно для этих сил. Вот он пока еще себя не очень проявил, но он ему несколько месяцев. Поможет. Давайте работать вместе. Механизм есть. Спасибо. Спасибо.